всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале северное вязание сегодня будет такое очень коротенькое включение я вам покажу свои две готовые работы и больше мне вам показать нечего то есть у меня нет представляете не процессов не покупок но расскажу вам о планах значит почему меня нет процессов сейчас потому что мы переехали и как вы понимаете забот полон рот я разбираю вещи навожу порядке все это я делаю с маленьким ребенком без помощников муж и старший сын у меня сын уже началась уже как неделю началась учеба муж на работе естественно вот поэтому у меня тут этот процесс разбираниях с разбиранием вещей проходит очень медленно вот а ну значит начнем кто подписан на мой инстаграм те уже понимают о каких вещах идет речь и я уже их показывала в своих stories вообще последнее время я начала как-то активнее ввести свой инстаграм именно вот эти stories выкладывать как-то это затягивает я не знаю ну да так что кому интересно вы можете пройти подписаться и мы там очень даже весело проводим время так значит первый мой демпер готовый это ромба это демпер вот с этими ромбами с крупными ромбами очень не знаю как его обозвать значит я его связала уже давно уже две недели его активно ношу вот сейчас он после стирки высох и я его не отпарила так что возможно он слегка помят так я им очень сильно довольна я ношу его и с как бы с брюками с кроссовками то есть на более спортивном стиле да также я его одевала на такое летнее платье на льняное и в общем мне очень нравится как это все выглядит мне нравится как он тактильно ощущается на теле да но честно говоря когда например больше двадцати там двух градусов и светит солнце в нем жарко хотя это хлопок и так вязала я его из пряжи навито рента это 85 переработанный хлопок и 15 процентов акрил наверное ну какое-то синтетическое волокно вот и он весит почти 600 грамм да он тяжелый это пряжа очень толстая там что-то 250 метров на 100 грамм ну что то такое в общем вязала я на спицах номер 5 основное полотно резинки на спицах 4 и вот эту резинку на горлышке на спицах три с половиной так значит вязала я снизу набирала петли до без каких-либо там швов или имитаций швов в общем без всего этого вязала до проем дальше я разделила на перед и спинку потом делала скосы плеча вывязывала небольшие углубления на горловине и на спинке тоже да соответственно потом я когда уже сшила вот эти вот плечевые швы швы я кстати сшивала не как бы от не на открытых петлях я просто сшивала обычно иголочкой ну потому что это очень тяжелая кое но вещь и конечно же нужно что-то что будет это брать на себя этот вес потом я набирала петли по горловине вязала резинку закрыла и пришила ее такими маленькими стежками пришила ее к изнанке вот вот такая получилась обработка но последнее время мне она очень сильно импонирует вот такой вот двойной как бы в подгиб до а были сомнения как вязать рукава то есть я говорила что не знаю то ли лицевой гладью то ли как их вязать но нет мне кажется лицевая как то рукава из лицевой глади связаны были бы как-то немножко не в тему и поэтому я просто набрала по пройме петли сначала была мысль вязать как бы обратно поворотными рядами со швом чтобы делать убавки я в принципе так и начала там делать но что-то потом ну это такой вот свободный как бы оверсайз да скорее всего свитер и вот эти вот такие рукава такие правильные знать которые на сужение идут они как-то не были по стилю что ли не знаю даже как этого как это объяснить и в общем я решила связать просто прямой рукав без каких-либо убавок и вот закончить это все манжетом то есть не собирать их там как-то до фонарик а вот просто закончить их прямо манжетом и это было мое лучшее решение мне очень нравится рукава действительно длинные так вот закрывают в общем я не знаю я очень довольна этой работой да она тяжелая она сохнет долго где-то два дня но это если не включить подогрев пол пола если включить подогрев пола тогда конечно быстрее вот ну в общем нравится мне эта вещь и я ее очень активно ношу тем более последние две недели у нас погода очень способствует как-то у нас пришла осень неожиданно да ну я думаю что вы ее на мне увидите еще не раз потому что но мне нравится как она на мне сидит как она мне к лицу и это было такое открытие до что этот цвет хаки мне вообще-то идет да вот такое открытие я для себя сделала вот мастер-класса не будет к сожалению потому что честно говоря даже записи никаких не делала потому что изначально я не собиралась снимать мастер-класс я вообще не знала что это будет то есть их вязала как бы на бум вот надо было мне срочно начать именно вот с этим узором и я начала но вдохновившись моими вот этими ромбами моими начинаниями оля сережина тоже связала такой джемпирог но у нее там горловина обработана по-другому вот и даже цвета такого живот и в общем она сняла экспресс мастер-класс как я понимаю я честно говоря еще не смотрела но в общем я оставлю вам ссылку на канал оле вы можете пройти посмотреть это видео мастер-класс как она вязала почти но похожий джемпер вот в общем это первая готовая работа который я довольна и где ничего не испортила так 2 готовая работа ну в общем эту историю я рассказывала опять же в instagram stories это мой мой должен был быть большой большой свитер оверсайз но я его так и связала честно говоря он был у меня практически до колена у меня даже была мысль распустить потому что я боялась что он после стирки или в процессе носки он как-нибудь вытянется и будет ну закроет колено тогда это уже не свитер а тогда это уже платье а я хотела именно свитер и у меня до была такая шальная мысль распустить сантиметров десять слава богу я этого не сделала вот в общем он был очень длинный но рукава были так вот такие ну то есть это по моему мнению есть такой знаете уютный свитер когда он длинный очень-очень широкий и с длинными длинными рукавами это спасло его от гибели честно говоря то что вот все было слишком длинная его это спасло от гибели да потому что ладно я сейчас быстренько расскажу про его характеристики а я вязала этот свитер из бобиной пряжи здесь 80 процентов меринос 10 кашемир 10 нейлон это тоненькая пряжа 470 метров на 100 грамм я вязала на спицах 3 резинки и на спицах 4 основное полотно это я делала не набу а исходя из образца образец я когда-то тоже показывала в инстаграм как он был до как он был после до до вто это такая сеть но после вы то это было очень классно ну такое классное полотно эти 10 процентов кашемира все-таки дают о себе знать и в общем там у меня образец был но небольшой я его стирала руками потом я его постирала ну с какими-то другими вязаным изделиями я его стирала на режиме ручная стирка и потом я решила гулять-то гулять постирала его на режиме хлопок там тоже с какими-то там вещами не знаю с полотенцем и он становился только еще пушистее и еще красивее я подумала надо же какая хорошая пряжа я даже посмотрела у этого продавца это я заказывала на и бэй на английском я даже посмотрел у этого продавца эту же пряжу но там другого цвета бордового такого была но не заказала что-то меня сдерживало в общем да значит я это довязала вязала сверху вниз вот с таким вот рисунком интересным регланом сверху здесь у меня резинка один на один с перекрученной с перекрещенной лицевой здесь тоже а внизу нет но внизу обычная резинка на один на один но после того как после в то это вообще незаметно значит спинка у нас лицевая гладь и вся передняя часть это вот эти косы этот узор очень красивый узор он мне очень понравился я его теперь могу с закрытыми глазами связать хоть там и нужно до 3 спицы чтобы его связать то есть две вспомогательные спицы в общем я его замочила где-то на 30 минут и потом я его положила в стиральную машинку в общем моя стиральная машинка работает как нажимаешь кнопочку включить там загорается сразу режим хлопок и когда ты крутишь это кольцо но этот крутишь ручку да ты можешь выбрать любой другой режим но хлопок да и на этом режиме я стираю чаще всего то есть ну вот какие-то детские ведь ну в общем все что там каждый день я стираю да то есть я это нажимаю один раз кнопочку включить загружаю закрываю и старт нажимаю все и тут вот я просто как-то на автомате сделала все то же самое быстро-быстро и ушла и только через полчаса через 30 минут до меня какие-то появились такие тревожные сомнения я нашла думаю я включила режим ручная стирка или нет пошла смотреть естественно нет он там крутится на хлоп на режиме хлопок прошло 30 минут вот сначала стирки я естественно быстро все выключила достала его он был очень мыльный я его сразу замочила ну как бы вы полоскать но уже было видно что он свалялся то есть если бы он там был дыхался полтора часа как этот режим стирает я не знаю чтобы с ним там было в общем он свалялся до изначально когда я его вытащила не было видно вообще узором абсолютно не было видно то есть он был вот как валенок я конечно была в расстройстве но что я сделала я значит повесила его на плечики повесила на дерево на рябину и дала ему стечь под собственным весом то есть сразу было видно когда его приложила к себе до было видно что длина подскочила где-то на 20 сантиметров рукава вот теперь мне то есть они были вот так теперь они где-то вот так в общем до длина очень сильно подскочила также он сузился естественно но вот это вот ширину он сел не так критично как в длину вот в общем под собственным тяжестью он начал вытягиваться и начал появляться рисунок какой-никакой да я подумала так это успех и начала его прямо знаете так начал вот там где он уже оттянулся да он начал такой светлеть светлеть и вот там где еще как бы была вода он был темный я начала его так ну как сказать вешать на сушилку не знаю куда спрятаться уже от этого солнца мне нужен какой-нибудь зонтик здесь так вот в общем под своей тяжестью он кое-как вытянулся и стал ну я его еще знаете в процессе я его так вытягивала руками ну в общем да узор стал более явно выглядеть и в принципе когда он досох то есть я его вообще не выжимала вообще то есть я ему дала полностью самому стечь рукава тоже ну все вот два дня он опять же сох то есть вот он стекал у меня сутки на улице и потом я его положила в баню у нас есть парилка да теперь своя включила небольшую температуру и он досушивался там в общем теперь то что получилось мне очень сильно нравится он пушистый он очень нежный да он стал по размерам не таким о котором я мечтала да но все-таки он очень приятно его очень хочется трогать он как будто меховой но он вот я его носила вчера уже да и подмышками и вот здесь уже начал он закатываться и это ну такие вот я пока что не допускаю катышек да я это обрываю сразу это такой белый пух которым была наполнена вся моя стиральная машинка я не знаю что я там выбила меринос или что это такое но в общем этим белым пухом да мне пришлось два раза полоскать машину стиральную чтобы очистить ее от этого пуха вот ну в общем да ситуация такая что скорее всего он будет кататься и даже без верхней одежды вот видите эти такие белые возможно когда-нибудь это кончится этот пух весь вылезет но не знаю в общем на ощупь это вещь очень приятная кстати кстати говоря на мне она сидит ну могло бы быть и лучше могло бы быть и свободнее но что есть то есть он весит всего триста семьдесят пять грамм представляете я вам говорила что я хочу довязать вывязать всю бобину у меня бобина как уверял продавец 500 грамм но вероятно меньше вероятно он думал 500 грамм вместе с конусом вес ну ладно в общем да этот свитер весит всего триста семьдесят пять грамм до на минуточку вот этот типа летний из хлопка весит 600 грамм то есть почти в два раза разница и вот у меня остался такой моток он весит 80 грамм 77 если быть точной и в принципе я думаю мне бы даже хватило на какой-то джемпер для тимура но нет наверное не буду вязать оставлю это для каких-то подкладов для шапок что-нибудь такое потому что ко мне идет посылка с пряжей и там будет пряжа который я именно выбираем выбирала на свитер водолазку не не знаю чем разница свитер с горлом и водолазка с горлом да в общем на осень я буду вязать тимура свитер из моточной пряжи чтобы не было неких сюрпризов потому что стирать все-таки детские вещи хочу в стиральной машинке они руками вот все вот это все мои вязальные дела на сегодняшний день я не знаю куда уже девочки спрятаться от этого солнца в общем буду искать и как-то искать разные локации будем с вами пробовать в этом доме и надеюсь что найдем да не надеюсь а точно так значит теперь что я хотела вам рассказать вы в названии прочитали до слова анонс это я вам хотела рассказать про то что я запланировала мы с девочками с моими вязальными подружками запланировали на следующей неделе так как я две недели без новых процессов то есть сначала да я довязывала все свои старые процессы теперь я разбираю вещи я решила себя поощрить и начать сразу много много процессов я потому что очень соскучилась у меня очень много планов и хочется начать все и сразу а и недавно где-то неделю назад что ли или может быть десять дней назад я смотрела на канале у насти настя канал называется к нет вазан у нее была серия видео неделя стартов где она показывала каждый день начала нового процесса и я подумала какая замечательная идея я все равно хочу планирую до себя поощрить и начать много процессов и заодно могу их начать вместе с вами то есть но началу нового процесса я могу транслировать у себя на канале также мои вязальные подружки с кем мы общаемся каждый день поддержали меня и решили присоединиться да так что я буду не одна алина канал алина вяжет анечка потом они танит также ира ирчик бай бота зефирное кружево они также решили присоединиться и мы для вас на следующей неделе предлагаем посмотреть наши недели стартов каждый рабочий день 5 дней в неделю 5 рабочих дней мы будем начинать какой-то новый процесс и показывать его вам видео будут выходить ближе к вечеру ну то есть потому что чтобы у нас было время до начать этот процесс снять видео смонтировать загрузить видео конечно же будут скорее всего не очень длинными но мне лично очень интересная например хоть мы с девочками общаемся да я понятия не имею кто и что будет начинать абсолютно поэтому мне очень интересно также возможно это будет интересно вам сейчас осень то есть лето огороды кончаются и вязальная пора возвращается и опять же осень на носу надо вязать какие-то себе детям семье своей до теплые вещи вот есть возможно вас что-то вдохновит какая-то идея понравится ну в общем какая-то была тут летняя спячка на ю тубе на вязальном но это понятно да что лето это не сезон вот и мы решили как-то поактивничать вот так что ссылки на всех девочек я оставлю внизу подписывайтесь на них чтобы не пропустить их неделю стартов вот значит да так что все девочки кто мне писал что оля где видео почему нет видео мне очень приятно ваша забота это очень трогательно правда и я боюсь что на следующей неделе я вам надоем то есть пять видео со стартами выйдет и плюс в субботу я подведу итог этой недели покажу что на каком этапе и что я вообще обо всем этом думаю вот также ко мне идет посылка с пряжей пряжу я выбирала с таким расчетом даже ну вот прям не просто я вот хочу вот эту хочу вот это я выбирала на конкретные процессы вот так что когда придет посылочка мы с вами это все посмотрим и я вам расскажу о своих еще дальнейших планах на осень до на вязание там придет пряжа которую я так мечтала попробовать уже давно но ее нет то есть у меня ее нет в доступе вообще не в эстонии не финляндии только заказывать если из россии покупать но там тогда доставка очень дорогая вот а сейчас мне подвернулась такая возможность попробовать эту пряжу я очень рада и очень сгораю от нетерпения ну в общем ладно это вы все конечно же увидите также я мечтаю снять несколько мастер-классов для детей и для взрослых на аксессуары и на плечевые изделия тоже но не буду загадывать да пусть все идет своим чередом вот всем желаю теплого солнечного августа желаю чтобы вязальное вдохновение и желание к нам ко всем вернулась жаркое лето идет на убыль и скоро совсем скоро нас ждут моя любимая пора осень чай свечи вязание дождь обожаю обожаю это время вот значит увидимся с вами на следующей неделе и сегодня это все пока 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 пока